Сделать мощное устройство, не имея ограничений по размерам, относительно просто. А вот компактность требует особого подхода, баланса и планирования. И мне кажется, это особенно интересно. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим на произведение технически-инженерного искусства под названием Lenovo ThinkBook 13s. И его габариты вы уже, в принципе, видите. Так вот, представьте, при всем при этом, здесь внутри стоит 16-ти. 16-ти поточный Ryzen 5 800U. Тут реально использовали каждый миллиметр. Мы, естественно, посмотрим на производительность железа в играх и на температуры, но сначала поговорим об эргономике. Потому что ноутбук — это всё же то, что ты постоянно держишь в руках, носишь с собой и всячески с ним взаимодействуешь. Мало сделать ноут мощным, нужно, чтобы им было приятно пользоваться. Линейка ThinkBook разрабатывалась при целом на решение рабочих задач. Плюс, чтобы её можно было использовать как основной домашний ПК. Но не сугубо игровой, это важно иметь в виду. Он тянет игры, и про них я расскажу подробнее, тем более, что мне было крайне интересно поиграться с новыми 5000-ми Ryzen'ами, ну и их встроенными видеоядрами, конечно. Девайс ощущается продуманным. Например, тонкими рамками сейчас уже практически никого не удивишь. Но соотношение экрана здесь 16 к 10, и разрешение 2560 на 1600. Это гораздо практичнее, чем 4К на такой же диагонали. И в то же время гораздо чётче, чем в Full HD. Ну и места по вертикали больше. И при этом Lenovo смогли разместить веб-камеру сверху, хотя во многих компактных ноутах её встраивают в нижнюю рамку или вообще в клавиатуру, что даёт эпичный ракурс на ваш подбородок при видеозвонках. Тут же, очевидно, такой проблемы нет. Клавиатура здесь, судя по всему, родственник топовым бизнес-моделям, потому что ощущается она практически как механика. У неё очень чёткий, короткий ход с ощутимой тактильной отдачей, практически что кликом. Сейчас я положу микрофон поближе и попробую попечатать. А ещё вот эта подложка под клавишами, она очень крепкая и совершенно не прогибается при печати. Это сложно передать словами и показать на камеру, но когда увидите этот ноутбук в магазине, просто попробуйте подойти и попечатать, и вы поймёте, о чём я говорю. Ещё здесь очень приятный звук от Harman и удобный доступ к железу. Если захотите проапгрейдиться со временем, то нужно просто открутить пару винтов и всё у вас тут в открытом доступе. В общем, работать с документами и смотреть сериалы удобно и приятно. Но что касается мощности. Как я уже говорил, здесь стоит процессор Ryzen 5800U. У него 8 ядер, 16 потоков и 7-нанометровая архитектура. Грубо говоря, чем меньше нанометров, тем меньше процессор греется и тем более мощным его можно сделать. Что особенно важно в компактных устройствах. За графику отвечает встроенное видеоядро Vega 8. В синтетических тестах этот процессор выдаёт феноменальные результаты. 2874 баллов в 20-м Cinebench за многоядерную производительность, результаты за одноядерную, а также цифры из 23-го и 15-го, сейчас вы видите на экране. И с короной бенчмарком он справился за 2 минуты и 48 секунд. При этом при нагрузке на все ядра процессор держит частоту около 3 ГГц, а при одноядерных испытаниях бустится до 4,2. Давайте попробуем обработать вот эту фотографию весом практически в 50 мегабайт. Она в формате RAW и у неё разрешение 6000 на 4000 пикселей. Импортируем в Lightroom. И задача не просто выкрутить ползунки, чтобы это было как-то совсем ядрёно и несмотребельно, просто чтобы выкрутить и посмотреть, что будет. Попробуем сделать некоторое подобие реалистичной обработки. Не претендую на художественность и профессионализм в этом вопросе, но попробуем. Может быть поднимем экспозицию, добавим контраста, опустим яркие участки, чтобы не было такого лютого пересвета, добавим чуть больше чёткости, накинем виньетку. Тоже не самая правильная вещь, обычно наоборот стараются от виньетки избавиться, но кому-то нравится пусть такую вот среднюю. И какой-нибудь цветовой пресетик, например, вот этот. И для более драматичного эффекта, ну, давайте сделаем изображение холоднее немного и ещё более контрастным. Ладно, не настолько холодно. Ну, как-то так. Не знаю, насколько хорошо это всё передаст, учитывая размер экрана и то, что вы сейчас смотрите на всё это через камеру, но всё равно для сравнения. Вот так у нас было изначально, и вот так стало после обработки. И при этом компьютер совершенно не напрягается, держит частоту от 3, от 3,5 даже чаще, до 4 ГГц. Нагружены не все ядра, и видеокарта, ну, там, до 10% в пике примерно доходит. Теперь давайте попробуем помонтировать. Я зашёл в DaVinci Resolve и создаю новый таймлайн с разрешением 1920 на 1080, потому что, ну, спойлер-спойлер, 4К для этого железа будет перебором. Я закинул несколько файлов с тестами 1060 GTX, и давайте попробуем их как-нибудь нарезать и перемешать. Но, в принципе, и так видно, что скроллится всё достаточно плавно, работает без проблем, и даже если мы их местами поменяем, ничего кардинально поменяться не должно. Ну, то есть я сейчас имитирую создание какого-то простого проекта, где идёт просто вот склейка за склейкой, один файл, второй файл, третий файл, они между собой меняются, и вы пока монтируете, между ними тоже переключайтесь. Всё, естественно, работает нормально. Смотрим по нагрузке, но здесь уже процессор тяжелее, чем в Lightroom, и видно, что видеокарты теперь грузятся сильнее, наполовину практически. Давайте попробуем усложнить задачу и сделать двухслойный монтаж. То есть поверх вот этого вот прогона GTA положим, например, сверху Ассасина. Но сделаем это так, чтобы они одновременно были на экране, то есть мы вот эту верхнюю дорожку сдвинем, ну, так вот примерно до половины. То есть то, что мы обычно делаем, когда сравниваем игру на двух разных видеокартах или две видеокарты между собой в одной и той же игре. Нагрузка при этом, естественно, возрастает, ну, может быть, в два раза, а может быть, и больше, потому что ему не просто два потока нужно обрабатывать, но и ещё просчитывать так, чтобы они правильно там располагались и не пересекались при этом. Проц, конечно, одновременно и радует, и удивляет, потому что 16 потоков — это само по себе серьёзно, а то, что это всё нормально работает в настолько компактном корпусе — это прям вообще невероятно. Конечно, да, нужно понимать, что это всё-таки 15-ваттный процессор и сверхкомпактный ноут, и отдельную гигантскую там серверную рабочую станцию он не заменит, он и не предназначен для этого. Да, если мы будем монтировать 4K-файлы или делать там 5, 6, 7-слойный монтаж, силы этого малыша закончатся, но вот для таких повседневных, даже более чем повседневных задач этого достаточно. Я ещё скачал несколько тестовых файлов для блендера, ну, точнее, это вот готовые сцены, которые у них прямо на сайте лежат, вы их тоже можете скачать, открыть, покрутить, потому что сам я в этой программе что-то сложнее кубика, ну, пока что, по крайней мере, сделать не могу. Поэтому немного 4K и беру такие заготовки, ну, и, как вы видите, даже вот такая достаточно сложная моделька крутится, вертится достаточно плавно, но она сейчас без освещения и без текстур, давайте попробуем включить их отображение, это со светом, и, по-моему, вот так вот у нас включаются ещё и текстуры, или наоборот. Ну, вот это вот практически готовая сцена, я так понимаю, на рендере она так и будет уже выглядеть. По железу, ну, естественно, сейчас видеокарта на полную грузится, вот в те моменты, когда я её кручу-верчу, саму модельку процессор здесь больше отдыхает, то есть, ну, где-то на половину или на третью только. Прогрузка этой сцены занимает несколько секунд, но после этого тут вполне можно вращать камеру. Конечно, здесь не 60 FPS, но то, что оно, в принципе, вот так вот крутится-вертится со всеми текстурами и со всем освещением, это очень круто. Ну, а если перевести сцену просто вот в такой полигональный режим, то всё вообще гиперплавно. И вот, кстати, что касается 3D-графики, тут есть один важный момент. Процессор и видеоядро делят не только систему охлаждения, но и лимит питания. Поэтому, чем сильнее напрягается один из них, тем больше приходится уступать второму. И особенно это заметно в играх. Например, в Assassin's Creed Valhalla видно, что частота процессора опускается ниже 2 ГГц. И тут важную роль играет высокая производительность ядер самих по себе, а также их количество. И даже в таких условиях игру можно пройти с фреймрейтом в 30-35 кадров в секунду. Видеокарта, естественно, грузится на полную и держит частоту около 1200 МГц. При том, что железо не греется выше 63 градусов. Это очень впечатляющий показатель для встроенного видеоядра в тонком и компактном ноутбуке. Примерно такие же результаты получились в пятом Far Cry. Не самая новая игра, в отличие от Valhalla, но тоже создаёт ощутимую нагрузку. На счётчике видим стабильно под 40 кадров. Также достаточно комфортно можно пройти и Shadow of the Tomb Raider. Да, в 720p и на минимальных настройках, но на 13-дюймовом экране это смотрится достаточно прилично. Ну а GTA 5 с такими же настройками так и вовсе местами больше 100 кадров выдаёт. И даже в городских сценах всё равно 70-80. Так что можно подогнать настройки под себя или поднять разрешение. В Apex Legends настройки, наверное, поднимать нежелательно, но поиграть получится комфортно. Самые большие просадки были всего до 53, а так на счётчике чаще 60-65. В общем, несмотря на то, что это не игровый в первую очередь девайс, он тем не менее способен вас поразвлечь. И это здорово, учитывая, что лимит потребления железа здесь всего около 15 ватт, в то время как в десктопах он может достигать 300 или даже 500. Ну это просто для сравнения мощи и габаритов. А всё благодаря наработкам AMD. 7 нанометров раскрываются в таких условиях во всей красе, выдавая необходимую мощь, но при этом не перегреваясь и не сжирая батарею за секунды. Неудивительно, что в Lenovo для такого компактного устройства за основу взяли именно Ryzen 5 800U. Посмотреть характеристики, сравнить цены на разные комплектации на ThinkBook 13S вы можете по ссылке в описании, а у меня на этом на сегодня всё. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям и увидимся в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok